Около четырех тысяч вечно зеленых красавиц в предновогодние дни было продано только на Читинских елочных базарах. Что ждет главный символ праздника после того, как отгремели все салюты, узнавала Елена Комогорцева. Если в праздник она царица бала, то сразу после него замарашка, от которой все спешат избавиться. Елки становятся обитательницами помоек, порой надолго. Елки вывозят в основном управляющие компании сами. Елка это считается крупногабаритным музой, как диван, как дверь, как шкаф. Управляющие компании не торопятся, они вообще никогда не торопятся, потому что им это выгодно, наверное, понимаете. Частично было неоднократно замечено, когда дворники ломают эти елки втихаря и запихивают вместо ТБО в контейнер. Постепенно елки все же находят последнее пристанище на полигоне отходов. В прошлом году специалисты Забайкальского ботанического сада решили попробовать технологию вторичного использования елок. Можно получить древесную щепу, которую в дальнейшем можно применять на садовых участках для мультиручирования почвы. Сосновая, еловая, любая хвойная щепа содержит очень большое количество смол, и поэтому такая щепа пригодна для посыпания дорожек или каких-то мест, где нужно бороться с сорняками. Приобрели дробильную установку, произвели, сколько нужно было для нужд сада щепы. Стволы смолистых красавиц стали элементами дизайна. Но утилизация елок для ботанического сада – задача непрофильная. Решить задачу переработки и вторичного использования новогодних елок могла бы предпринимательская находчивость. Но пока эта ниша в Чите остается свободной. Елена Комогурцева, Олег Сукач, Вести Чита.